Хали-халу, liebe Deutsch-Freunde! Wie geht es Ihnen? Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Wir haben heute eine Lebensgeschichte. У нас сегодня история жизни. И я думаю, что кто-то из вас узнает себя, возможно, в этой истории. Zuerst lese ich die Geschichte auf Deutsch. Вначале я прочитаю историю на немецком по нашей традиции. Ein neues Leben in Deutschland. Оксана ist 30 Jahre alt. Sie kommt aus der Ukraine. Vor einem Jahr ist sie nach Deutschland gezogen. Am Anfang war es sehr schwierig. Оксана hat niemanden gekannt. Die Sprache war fremd für sie. Оксана hat begonnen, Deutsch zu lernen. Jeden Tag hat sie fleißig geübt. In der Schule hat sie neue Freunde getroffen. Sie haben ihr viel geholfen. Оксана hat einen Job gefunden. Sie hat in einem Café gearbeitet. Sie hat in einem Café gearbeitet. Ihre Kollegen waren freundlich. Sie haben ihr geholfen, Deutsch zu sprechen. Оксана hat sich besser gefühlt. Sie war stolz auf sich. Sie hat gewusst, dass sie es schaffen kann. Оксана hat eine neue Wohnung gefunden. Sie hat sie schön dekoriert. Das war ihr neues Zuhause. Sie ist glücklicher geworden. Окsana hat gewusst, dass sie stark ist. Sie hat an sich selbst geglaubt. Heute hat Окsana viele Freunde. Sie spricht gut Deutsch. Sie liebt ihr Leben in Deutschland. Und jetzt leise ich die Geschichte noch einmal. А сейчас я прочитаю историю еще раз с переводом. Ein neues Leben in Deutschland. Ein neues Leben. Новая жизнь in Deutschland. В Германии. Произносите вслух каждое предложение и фразу, и вам будет легче усвоить новые возможные выражения. Дословный перевод Оксана есть 30 лет стара. Литературный вариант перевода Оксане 30 лет. Она из Украины. Она из Украины. Она из Украины. Ист sie nach Deutschland gezogen. Она переехала в Германию. Am Anfang war es sehr schwierig. Am Anfang. Сначала. Вначале. War es. Было это. Sehr schwierig. Очень трудно. Очень трудно. Оксана hat niemanden gekannt. Оксана hat niemanden gekannt. Оксана никого не знала. Немецкий учить. васytyy занимать. Единь. 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 Кажды День. Единь. Единь. Все fleистое з squatsо буров животи. Единь. Она новых друзей встретила. Они ей очень помогли. Вы видите, что в этой истории мы используем основное прошедшее время «perfect» – «geholfen», «getroffen», «gefunden» и так дальше. Если вы еще вдруг не знакомы с этой темой, посмотрите на канале. У нас есть об этом урок. Оксана hat einen job gefunden. Оксана hat einen job. «Gefunden» – Оксана нашла работу. Одну работу. «Sie hat in einem kaffee gearbeitet». «Sie hat in einem kaffee gearbeitet». Она работала в одном кафе. Кто помнит, чем отличаются слова «cafee»? Напиток от «cafee» – заведение. Напишите в комментариях два этих слова. Как вы их помните, пишутся они по-разному. И ударение у них падает по-разному. Ihre Kollegen waren freundlich. Ihre Kollegen, ее коллеги, waren freundlich. Были дружелюбны. «Си haben ihr geholfen, Deutsch zu sprechen». «Sie haben ihr geholfen, они ей помогли, Deutsch zu sprechen» – по-немецки говорить. «Оксана hat sich besser gefühlt». «Оксана почувствовала себя лучше». «Sie war stolz auf sich» – «Garda на себя», если переводить das словно. Мы скажем в литературном варианте «Gardилась собой». «Sie hat gewusst», «она знала», «dass sie es schaffen kann», «что она это может сделать» или «справиться с чем-либо». Глагол «schaffen» мы можем перевести несколькими способами «справляться», «чтота создавать», «чтота творить». «Оксана hat eine neue Wohnung gefunden». «Оксана hat eine neue Wohnung gefunden». «Оксана нашла новую квартиру». «Си hat sie schön dekoriert». «Зи hat sie», «она ее schön dekoriert», «красиво украсила». Мы видим в этом предложении два слова «зи», но переводятся они, естественно, по-разному. «Она ее». Первая «зи» – это Оксана, вторая «зи» – это квартира. «Das war ihr neues zu Hause». «Это был ее новый дом». Кстати, друзья, кто знает разницу между словами «das Haus» и «das zu Hause»? Что они означают? Особенно меня интересует, конечно, слово «das zu Hause». В чем разница? Напишите в комментариях. «Оксана hat gewusst», «Оксана знала», «dass sie stark ist». «Что она сильная есть». «Си hat an sich selbst geglaubt». «Си hat an sich», «она в себя», «selbst», «саму», «в себя саму», «geglaubt» видела. «Heute hat Оксана», «сегодня имеет Оксана», «fiele Freunde», «много друзей». «Си spricht gut Deutsch». «Си spricht gut Deutsch». «Она говорит хорошо по-немецки». «Си liebt ihr Leben in Deutschland». «Си liebt ihr Leben». «Она любит свою жизнь». «In Deutschland, Германии». «Оксана weiß». «Du kannst alles schaffen». «Оксана weiß». «Оксана знает». «Du kannst alles schaffen». «Ты можешь всё». И это послание для каждого из вас, друзья, кто смотрит, кто слушает это видео. «Я знаю, что среди наших подписчиков, наших студентов очень много таких историй, когда ваша жизнь поменялась последние два-два с половиной года». «Поделитесь и вашей историей, что удалось вам, какие, возможно, есть результаты или сомнения. Хотите ли вы оставаться жить в Германии, Австрии, кто-то, возможно, в Швейцарии находится. И ваша история может также кого-то вдохновить или кому-то помочь разобраться. «Я желаю вам удовольствия и радости, чтобы не случилось находить хорошее в каждом вашем дне». Auf Wiedersehen! С вами была Мила Брандт. До свидания, до следующего урока.